что такое что я должен объяснить что есть у нас один который имеет и другой который имеет соответственно значение то есть ли вы посчитаете вот такую вот сумму f нулевое g нулевое спряженное плюс f первое g нулевое спряженное плюс и так далее плюс fn-1 g что-то спряженное человечество а плюс b спряженное это а минус b это симметрия относительно асерсис вот то оказывается если у многочлена f коэффициенты c нулевое и так далее cn-1 а у многочленов вот этого коэффициенты это d нулевое d первое и так далее dn-1 оказывается есть замечательная связь между этим выражением и вот этими коэффициентами давайте поймем что многочлен f это на самом деле f нулевое умножить на он раскладывается по тем штукам которые вот f нулевое и дальше есть многочлен который равен дельта функция дельта функция она равна единице в одной точке нулево всех остальных давайте ее назовем дельта в точке 1 дальше у меня есть f первое умножить на дельта в точке сита так вот что будет если так каждый из них естественно же на цепь да все они это в цепь которые равны единицы в одном корне и нулю вас что будет если я просто-напросто перемножу эти два многочлена а будет интересная штука любая дельта умноженная на другую даст нам многочлен которые везде равенную а дельта умноженная на себя так сказать себя даст единицу соответственно ребята это есть просто-напросто сумма f от сита в степени m умножить на g от сита в степени m где сумма взята от нуля то n минус 1 ну то есть по всем огромным корням если не цена надо просто перемножить два многочлена и сложить так сказать по всем и пройти по всем точкам отлично ну для многочленов у нас формула есть замечательно значит так и пишем сумма взятая по всем m от нуля до n минус 1 чему сумма вот это вот c0 плюс c1 сита в степени m плюс c2 сита в степени 2м плюс и так далее плюс cn минус 1 сита в степени n минус 1м умножить на такую же штуку для d 0,0 и так далее dm минус 1 сита в степени n минус 1м Так вот, когда я раскрою все скобки, за всем, все-все-все, то у меня получится такая сумма. Мы берем какой-нибудь там СКД, какой-нибудь ДЛТ, значит, нужно суммировать по всем К от единицы до Н-1, по всем Л от 0 до Н-1, и здесь будет коэффициент, здесь какой-нибудь коэффициент, это уже будет сумма по М, от 0 до Н-1. Так, при цикаде у нас идет СИТА в... О, стоп! Самое главное забыл. Самое главное забыл. Я же здесь же с чертой написал. Ребята, я забыл про сопряжение, а это значит, что у меня вообще что-нибудь получится. Надо срочно, что называется, возвращать. Давай не соображаем. У меня здесь стояли черношки сопряжения, правильно? И, кстати, понятно, почему у меня это там не получается. Я почему заметил, что я забыл? Потому что здесь я сейчас пишу бодро и весело. СКД с каким коэффициентом? СИТА в степени МК. Замечательно, да? Я хотел, чтобы у меня СКД, ДКД остались, а остальные бы вымерли. Ну, замечательно, они бы чем-то удивительные, эти ДКД и ЛКД. Ребята, для того, чтобы у меня все получилось, мне нужно, чтобы здесь была разность, а чтобы здесь было сопряженное. Замечательно. А для этого нужно, чтобы здесь стояли кто? Сопряженные, 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 сопряженные. Потому что, если сопряженные, то возникает замечательная вещь. Вот эта сумма одним образом ведет себя, когда К равно Л. Если К равно Л, то это сумма единиц, то она равна Н. А если К не равно Л, то эта сумма равна Н. Помните, я объясняю, что корни единиц, там, геометически в агрессии, это же Крештель специально объяснял. Когда у вас есть правильный многоугольник, и возводим корни в степени, то либо они все пришли в единицу, либо мы получили правильную систему векторов, и у нее сумма 0. Замечательно. Итак, здесь должно быть что? Сопряжение. Значит, для того, чтобы здесь было у нас показать это все хорошо, я должен был, я лично владелец, что написал здесь, но вот в этом месте я должен был написать это сопряжение. Ну вот, правильство, жерель я доказал.